Всем привет! Сегодня расскажу вам вот о такой вот штуке. Опять фирма Медея. У меня не все фирмы Медея дома, но вот эта штука опять медейская. Почему? Да потому что самая дешевая, и как выяснилось, не только на моем опыте, но и на опыте уже многих моих друзей, очень клевая, удобная. Давно хотела вертикальный пылесос, потому что есть, особенно зимой, такая проблема, что пришли с улицы и натащили вот эти вот гранулки, которыми посыпают у нас весь лед. Нужно достать пылесос, собрать, размотать шнур. А пропылесосить буквально минуту надо. И пока ты вот эти все действия сделаешь, потом обратно все это сделаешь, уберешь его, но, мягко говоря, куча времени и раздражает. Поэтому ходила, смотрела, спрашивала. Есть люди, у которых электролюкс, но он, правда, стоит больше 20. Я тоже, если честно, уже готова была его купить. Мега все довольны, и я, наверное, тоже была бы довольна. Но вот эта штука стоит всего 3,5 тысячи рублей. Ну, во всяком случае, я ее купила за 3,5 тысячи рублей. В м-видео на нее была какая-то там скидка, я еще купила подружке на день рождения, маме, еще одной подружке. Все мега довольны. Теперь о плюсах и минусах данной штуки. Она заряжается где-то около 4 часов, а пылесосить можно 40 минут. Вертикальный пылесос это 2 в 1, но основной пылесос это вот это. Он же всасывающее устройство, он же устройство для того, чтобы пылесосить мебель. Очень удобно по плинтусам проходиться, пыли собирать. У него есть включение и два режима. Второй режим, который более слабый, вам не потребуется. Это все непонятно для чего. Основной режим это сильный пылесос. Пылесос это вот эта вот часть, то есть вот такой вот как автомобильный были раньше пылесос. Он сам по себе очень слабый и у него очень маленький контейнер. То большая мощность ему и не нужна, потому что когда вы его включаете, вот эта щетка начинает работать с просто нереальной скоростью, захватывая все и подкидывая туда, внутрь пылесоса. И тем самым он начинает засасывать. То есть у него мощность маленькая, но сила подкидывания вот этих штук, она очень большая. Сейчас покажу. Теперь давайте перейдем к делу. Специально не пылесосила. Вот они есть тут, те самые ненавистные всем камушки, гранулки, вот это вот реагенты, которыми посыпают у нас все везде и вокруг, и которые вбиваются в подошву. Мы их как бы не обивали, ноги мы их приносим домой. И обычный пылесос на сильной мощности поднимают всю вот эту грязюку вместе с ковром, а на более малой мощности они не трогают ковер, но при этом и не собирают, у них не хватает мощности, чтобы собрать все вот эти камушки. Что делает вот эта штука? Но за счет того, что мотор слабый, есть огромный минус. После того, как вы пропылесосили, вам нужно поставить вот так вот на стопор пылесос. Потому что если вы это не сделаете, а приподнимите его вот в таком положении, когда щетки крутятся, все то, что не успело всосаться сюда, оно не стопорится. Есть камни более тяжелые, они продолжают крутиться вот на этой щетке. Вот когда делаете вот так, вот они досасывают, пылесос их успевает всасывать. Если вы не ставите вот так вот на стопор, а вот так вот сразу вот вы пропылесосили, у вас там, вы еще в процессе, и тут вы переходите, вам нужно, не знаю, на какой-то порожек. Вы вот так поднимаете пылесос, и из него все, что не успело вот сюда вот засосаться, вылетает у вас во все стороны, то есть на метр назад все летит. Поэтому вот так делать не надо. Если вы хотите переступить порожек, ступеньку или еще что-то, зафиксируйте, тогда тяга будет идти вверх, и он заблокирует высыпание вот этих вот тех камней. И все, и перенесли, и пылесосим дальше. Но у вертикального пылесоса есть еще одно преимущество, как раз вот самой вот этой вот штуки. Раньше я всегда мучилась с тем, что приходилось вот эти вот полозья у шкафов купе протирать тряпкой, вытаскивать порой зубочисткой, порой ватной палочкой вот здесь вот между полозьев, потому что там все забивается. Вот, это еще одно преимущество данного пылесоса. Ну и главное преимущество, вы сняли, пропылесосили, спокойно переходите из комнаты в комнату, выключили, поставили на зарядку, никаких проводов, ничего не собирать, никаких шлангов. Эта штука никогда не заменит вам обычного пылесоса по своей мощности. Этот электровеник, ну, это реально гениальное изобретение, и я для себя, может быть, через какое-то время я куплю более дорогую версию данного электровеника, но то, что электровеник у меня теперь будет, это однозначно. Сказать, что это лучший вертикальный пылесос, естественно, я говорить это не буду, наверное, это не лучший вертикальный пылесос, но за 3,5 тысячи рублей, ну, это гениальная штука, которая меня вручает изо дня в день. Если информация была вам полезна, ставьте лайки, подписывайтесь, я вам еще что-нибудь интересное расскажу.